О потреблении. Мы тут обо всем переспорили, сказал неврастенник. Не спорили только об одном – о потреблении. А что об этом спорить, сказал карьерист. Здесь все ясно. Безусловно, сказал ученый. Очевидно, сказал Мазила. Не так уж очевидно, сказал неврастенник. Вот я кандидат, а получаю меньше, чем водитель автобуса. Болтун доктор и социолог доктор. Как ученый, болтун на тысячу голов выше социолога. А получает только в деньгах, по крайней мере, в два раза меньше. Я не считаю служебную машину, даровую квартиру, дачу, оплачиваемые командировки, закрытый буфет, гонорары. Социолог был у меня недавно, сказал Мазила. Хотел купить гравюру. Я назвал минимальную цену. Вы бы посмотрели на его физиономию. Он тут же начал жаловаться на свою тяжкую жизнь. Говорил, что ученый в его положении на Западе имеет коттедж, по крайней мере, пару машин, путешествия по миру, первоклассный отель и яхту. Я сомневаюсь, сказал неврастенник, что ученый на Западе живет лучше социолога. Я там бывал и видел. А какую сумму ты назвал за гравюрус, спросил Болтун. Ты же знаешь, сказал Мазила. Думаешь, дорого? Вот я тебе скажу. Не надо, сказал Болтун. Я и так все знаю. Моя жена работала за 100 рублей в месяц. Кончила вечерний институт. Стала получать 90. Успокойся, я не сравниваю ваши творческие способности. Я не вижу в этом несправедливости. Я констатирую факт. Ты запросил за гравюру больше, чем ее месячная зарплата. Поднялся Гвалт, как обычно. Замелькали имена. Пошли в ход безымянные начальники, имеющие надбавки и берущие взятки. Модные портные и парикмахеры. Фотографы. Через час вопрос запутали окончательно. Исчерпали сплетни и эффектные новости. Исчерпали свой справедливый гнев по поводу несправедливости и оплаты труда. Так вот, сказал Болтун, к вопросу о потреблении. Я не посягаю на то, что вы имеете. Я готов допустить, что вы имеете несправедливо мало и по справедливости должны иметь больше. И я не хочу сравнивать нас и Запад. Я хочу обратить ваше внимание на то, что мы все время обходим молчанием фундаментальнейший вопрос нашего бытия. Его как будто нет. Он как будто не играет роли. За границу не пускают. Безобразие. Слово сказать не дают. Хватают. Безобразие. Книгу не печатают. Безобразие. А ведь, уважаемые мыслители, есть такая вещь, как зарплата. Есть официальная основная зарплата. И есть случаи, когда разница огромна. Бывает, что А получает раз в 20 больше, чем Б. Есть официальная дополнительная зарплата. Надбавки, премии, гонорары. Есть скрытая дополнительная зарплата. Машины, квартиры, дачи, распределители, командировки, путевки и тому подобное. Есть законный и незаконный продукт личной изворотливости. Базар, взятки, блат и тому подобное. Да что там об этом говорить. В нашей официальной и неофициальной торговле постоянно продаются и покупаются вещи, предполагающие весьма зажиточные слои населения. За мебельными гарнитурами ценой в 4000 рублей более 40 месячных зарплат моей жены была очередь. Загляните в ювелирные магазины. В меховые. А какие деньги платят в кооперативах? А какая масса людей с удивительной легкостью может оплатить любую туристическую поездку за границу? Что это? Трудовые сбережения? Ладно, оставим эту сторону дела для правдеца. Признаем очевидный факт. Общество расслаивается на группы людей, располагающих так или иначе различным уровнем потребления. Важно оценить место этого факта в нашей жизни. И среди множества вопросов, возникающих в связи с этим, не мешало бы выяснить такие, как к этому факту относится наша либеральная интеллигенция и наше консервативное руководство. А тут мы имеем весьма любопытную ситуацию. Наше руководство всех рангов и типов не сомневается в справедливости своих привилегий, всячески их укрепляет и увеличивает. Народ по сему поводу слегка ропщит, но в принципе не считает это несправедливостью. Начальство ему положено. Интеллигенция в массе чувствует себя ущемленной и недовольна своим положением, но не настолько, чтобы бунтовать. Стремятся найти какие-то законные и незаконные, но, боже упаси, социальные, способы компенсации. Часть интеллигенции, кстати сказать, не так уж плохо, по нашим критериям обеспеченная, более явно чувствует себя несправедливо обиженной. Руководство стремится прижать эту часть интеллигенции. Оно не хочет, чтобы эта часть интеллигенции жила лучше, чем живет оно само, руководство. И оно действует в соответствии со своими представлениями о справедливости. Они хозяева и, по идее, должны жить лучше. Кроме того, оно постоянно указывает народу на зажравшуюся интеллигенцию, создавая видимость борьбы за справедливость, отвлекая внимание от себя, находя виновных. Сложность ситуации состоит в том, что либеральная интеллигенция печется о своих личных интересах и попадает в ловушку. С точки зрения оплаты за дело и за способности, она жаждет справедливости. Но это желание не есть справедливость с социальной точки зрения, ибо, по идее, распределение должно отвечать социальной структуре общества. Интеллигенция в данном случае выступает как антисоциальная сила. Ее борьба за справедливость выступает по форме как борьба за неравенство. Это дает мощный козырь в руки начальства и начисто отрывает интеллигенцию от того, что называют народом. Добавьте к этому стремление создать свою культуру и возможность выработать свой стиль жизни, и вы получите полную изоляцию определенной части интеллигенции от прочей части населения, хотя пространственно у нас все перемешаны. Более того, поскольку основная масса интеллигенции предпочитает обделывать свои делишки потихоньку, а по культуре и образу жизни еще не очень-то далека от прочей части населения, поскольку наиболее ловкие ее представители пользуются благами по высшим нормам и хотят при этом еще большего, то лучшие представители интеллигенции оказываются в полной изоляции и в своей среде. И социолог интеллигенция, и шизофреник интеллигенция. Один проходимец, другой настоящий ученый. Один процветает, шляется по миру, представляет ибанскую интеллигенцию, постоянно жалуется на свою горькую судьбу и поносит наш образ жизни. И заметьте, совершенно безнаказанно. Даже за вознаграждение. А шизофреник? Слышали вы когда-нибудь, чтобы он жаловался и поносил? А где он? Кто знает о нем? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова